Вы на канале Солнечные Зайчики. Интересно, существуют ли неисследованные животные? Казалось бы, что наша планета давно изучена, и на ней не осталось больше неизвестных науке животных. Но это не так. На самом деле их сотни, а возможно и тысячи. Никому неизвестна точная цифра. Если бы вы провели день в тропическом лесу, размахивая сачком в подлеске или высоко в листве деревьев, вы, конечно, собрали бы сотни насекомых. Большинство из них были бы жуками. Были бы среди них такие, о которых наука еще не знает? Об этом нужно спросить у ученого, который изучает жуков. Большинство из них он распознает сразу. Но над некоторыми придется подумать. Будут ли они новым видом? Он может провести много времени в музее, исследуя и сравнивая их с другими жуками, которые есть в музее, или изображены в книгах о жуках, чтобы убедиться, что нашел новый вид. Но один, возможно, будет. На самом деле гораздо труднее найти ученого, который сможет выполнить эту трудную работу, чем неизвестного жука. Среди крупных животных, конечно, гораздо меньше неизвестных. Чтобы иметь больше шансов найти такое животное, нужно отправиться в наименее исследованную часть нашей планеты, глубоко под воду. Туда можно спуститься только в специальных глубоководных субмаринах. Они должны быть очень прочными, чтобы выдержать огромное давление воды. И, конечно же, там сплошная тьма, поэтому понадобятся мощные фонари для исследования. Вы можете мельком увидеть какое-то животное в лучах фонарей, но если вы не смогли поймать его и детально исследовать, вы не можете быть уверены, что это новый вид. Отлов животных глубоко под водой – очень тяжелая работа. Для этого необходимо специальное оборудование. Но наверняка там есть монстры, которых еще никто не видел. И, конечно, оттенка. И, конечно, я olsun. Продолжение следует...